Всем привет! Сегодня я расскажу вам о проблемах, которые могут возникнуть при выращивании замиакулькаса. Замиакулькас сам по себе, конечно, неприхотливый цветок, но все же с ним могут возникнуть некоторые трудности. Прежде всего, на замиакулькасе могут появиться бледные вытянутые листочки. Это означает только одно – ему не хватает света. Конечно, он не сильно требователен к свету, за исключением сортов с пестрыми листьями, но все же, если света совсем мало, такое бывает случается. Просто передвиньте цветочек поближе к окну. Пожелтевшие листья – это признак переувлажнения, особенно если стебли становятся коричневыми и мягкими. Удалите повреждения и подождите, пока растение полностью высохнет, прежде чем снова начать его поливать. Вам также может потребоваться сменить почву и пересадить растение, чтобы предотвратить корневую гниль. Важно помнить, когда желтеет нижняя часть растения, делать ничего не нужно. Это естественный процесс старения культуры. Настя, не шуми. Коричневые кончики на листьях замиокулькаса – это признак недостаточной влажности воздуха или недополива. Если поливаете вы его вовремя и с этим все хорошо, то стоит несколько раз вместе его еще и опрыскивать. Белесый пятый на листьях – это, наоборот, признак избытка солнца. Если они появились на замиокулькасе, то нужно чуть-чуть подальше его передвинуть от окна или поместить в место, где солнечный свет более рассеянный. Черные пятна на листьях или на стеблях говорят о том, что растению либо холодно, либо он стоит на сквозняке, либо вы поливаете его слишком холодной водой. Желто-коричневые пятна на листьях – это признак грибка. Обработайте растение системным фунгицидом, который вы можете заказать в интернет-магазине GardenZoes. Ссылочка будет внизу в описании, там можно подобрать все нужные препараты. Если вы заметили на корешках гниль или белесый налет, это значит, что в растении, например, в поддоне постоянно застаивается вода. Убирайте излишки воды из поддона и обработайте корни, например, раствором органцовки. Если растение наклоняется в какую-то одну сторону, это означает излишнее переувлажнение с этой стороны, которое ведет к переувлажнению, соответственно, корней, которые больше не могут обеспечивать хорошую поддержку. Если вы постоянно поливаете замиокулькос, подходите к нему с одной стороны, и вы увидели, что именно с этой стороны растение начало падать, это означает, что в этом месте постоянно застаивается влага. Переверните немножко цветок и начинайте поливать его с разных сторон. Тогда корни будут равномерно увлажняться Если вы постоянно поливаете змеокулькос с какой-то одной стороны И начали замечать, что именно с этой стороны он начинает наклоняться Это означает о том, что корни в этом месте чрезмерно переуложняются постоянно Либо поливаете змеокулькос с разных сторон, либо постоянно его переворачиваете Так корни будут смачиваться равномерно Если замик сбросил всю надземную часть, это значит, что вы очень долго его не поливали выньте из земли клубни, и если они остались упругими, пересадите их в другой горшок. Полейте, и они выпустят новые побеги. Также о недостатке полива говорят вялые, немножко сморщенные стебли. И несколько слов скажу вам о вредителях. Вообще, замиокулькас очень редко повреждается вредителями, но бывает, что такое случается. Иногда их могут беспокоить мучнистые червецы, щитовка, тля, паутинный клещ. В таком случае используют раствор зеленого инсектицидного мыла, им аккуратно промывают листочки. Также можно взять масло Нима, растворить его, и можно, если у вас завелись вредители на корнях, промыть корни. Если у вас остались какие-то вопросы или какие-то проблемы, которые мы сегодня не озвучили, с которыми вы столкнулись, задавайте их обязательно в комментариях, я с удовольствием вам на них отвечу. А на сегодня у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok